Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 4 июля. Святой благоверный князь Андрей Боголюбский. 1110-74 годы. Внук Владимира Мономаха, сын Юрия Долгорукова и половецкой княжны в Святом Крещении Марии. Еще в юности был назван Боголюбским за постоянно присущее ему глубокое молитвенное внимание, прилежание к церковным службам и утаенных молитв к Богу присвоения. От деда Владимира Мономаха внук унаследовал великую духовную сосредоточенность, любовь к Слову Божию и привычку обращаться к Писанию во всех случаях жизни. Храбрый воин Андрей, означает мужественный, участник многих походов своего воинственного отца, не раз в сражениях был он близок к смерти. Но каждый раз промысл Божий незримо спасал князя-молитвенника. Так 8 февраля 1150 года в битве под Луцком Святой Андрей был спасен от копья немецкого наемника молитвой к великомученику Феодору Стратилату, чья память совершалась в тот день. Вместе с тем летописы подчеркивают миротворческий дар святого Андрея, редкий в князьях и полководцах того сурового времени. В сочетании воинской доблести с миролюбием и милосердием, великого смирения с неукротимой ревностью о церкви, было высшей степени присуще князю Андрею. Ротительный хозяин земли, постоянный сотрудник в градостроительной и храмоздательной деятельности Юрия Долгорукова. Он строит с отцом в Москву 1147, Юрия в Польске 1152, Димитро 1154, украшает храмами Ростов Сузарь-Владимир. В 1162 году святой Андрей с удовлетворением мог сказать, «Я белую Русь городами и селами застроил и многолюдные сделал». Когда в 1154 году Юрий Долгорукий стал великим князем киевским, он дал сыну в удел Выжгород под Киевом. Но Бог судил иначе. Одна же ночь, это было летом 1155 года, двинулась в Выжгородском храме чудотворной иконы Божьей Матери, писанной святым евангелистом Лукою, незаводного до того, принесенной из царьграда и названной впоследствии Владимирской. В ту же ночь с иконой в руках двинулся из Выжгорода на север Сузарьскую землю святой князь Андрей тайно, без отчего благословения повинуясь лишь волей Божией. Чудеса святой иконы, бывшей на пути от Выжгорода до Владимира, были записаны духовником князя Андрея, попом Микулицы Николаем. В сказаниях о чудесах Владимирской иконы Божьей Матери В десяти верстах от Владимира кони, вешавшие икону в Ростов, вдруг остановились. Ночью князя Андрея появилась Богородица со свитком в руках и приказала «Не хочу да образ мой не съешь и в Ростов, но во Владимире поставь его, а на семь месте во имя моего Рождества церковь каменную воздвигни». В память о чудесном событии святой Андрей повелел иконописцам написать икону Божьей Матери такой, как то и чисто явилась ему, и установил празднование этой иконе 18 июня. Икона, названная Боголюбской, прославилась впоследствии многочисленными чудотворениями. На указанном Царице Небесной месте построен князем Андреем в 1659 году храм Рождества Богородицы и заложен город Боголюбов, ставший его постоянным местопребыванием и местом ученической кончины. Когда умер отец, Юрий Долгорукий, 15 мая 1157 года, святой Андрей не пошел на отчество в Киев, а остался на княжении во Владимире. В 1158-60-х годах был построен Успенский собор во Владимире, в который помещена Владимирская икона Божьей Матери. В 1164 году воздвигнуты золотые ворота во Владимире с надвратной церковью положения Ризы Богоматери, и церковь спасена княжьим дворе. 30 храмов было создано святым князем Андреем за годы его княжения. Лучший из них – Успенский собор. Богатство и благолепие храма служило распространению православия среди окружающих народов и иноземцев-купцов. Всех приезжих и латинян и язычников святой Андрей приказывал водить воздвигнутые им храмы и показывать им истинное христианство. Ветописец пишет «И болгария, и жидови, и вся погонь, видевшие славу Божию и украшения церковные, крестились». Завоевание Великого Волжского пути стало для святого Андрея основной задачей его государственного служения России. Волжская Болгария со времен похода Святослава, в 1972 году умерший, представляла серьезную опасность для русского государства. Святой Андрей стал продолжателем дела Святослава. Сокрушительный удар по врагу был нанесен в 1164 году, когда русские войска сожгли и разрушили несколько болгарских крепостей. Святой Андрей брал с собой в этот поход Владимирскую икону Божьей Матери и двухстороннюю икону, на которой были изображены спас нерукотворенные на одной стороне и поклонение Кресту на другой. В настоящее время обе иконы в Государственной Третьяковской галерее. Великое чудо было явлено русскому войску от святых икон в день решающей победы над болгарами, 1 августа 1164 года. После разгрома болгарского войска князья Андрей, его брат Ярослав, сын Езеслав и другие, вернулись к пешцам, пехоте, стоявшим под княжескими стягами у Владимирской иконы, и поклонились иконы, хвалы и песни, воздавающие ей. И тогда все увидели ослепительные лучи света, исходящие от лика Богородицы и от нерукотворного спаса. Оставаясь во всем верным сыном православной церкви, блестителем веры и канонов, святой Андрей обратился в царь-град патриарху с сыновней просьбой об учреждении особой митрополии для северо-восточной Руси. В соответствующей княжеской грамоте в Византию отправился избранный князем кандидат в митрополиты Сузырьский архимандрит Феодор. Патриарх Лука Хризаверк согласился посетить Феодора, но не в митрополита, а лишь его епископа Владимирского. В то время, стремясь сохранить расположение князя Андрея наиболее могущественно среди владителей русской земли, он почил епископа Феодора правом ношения белого клобука, что было в Древней Руси отличительным признаком церковной автономии. Известно, как дорожили своим белым клобуком архиепископы Великого Новгорода. Очевидно, поэтому русские летописцы сохранили за епископом Феодором прозвище Белый Клобук, а позднейшие историки называют его иногда автокефальным епископом. В 1167 году умер в Киеве святой Ростислав, двоюродный брат Андрея, умевший вносить умиротворение в сложную политическую и церковную жизнь того времени. А из Царьграда был прислан новый митрополит Константин II. Новый митрополит потребовал, чтобы епископ Феодор явился к нему для утверждения. Святой Андрей вновь обратился в Царьград за подтверждением самостоятельности Владимирской епархии с просьбой об отдельной митрополии. Сохранилась ответная грамота патриарха Луки Хризаверга, содержащая категорический отказ в устроении митрополии, требование принять изнанного епископа Леона и подчиниться киевскому митрополиту. Исполняя долг церковного послушания, святой Андрей убедил епископа Феодора с покаянием поехать в Киев для восстановления канонических отношений с митрополитом. Покаяние епископа Феодора не было принято. Без соборного разбирательства митрополит Константин в соответствии с византийскими нравами осудил его на страшную казнь. Феодору отрезали язык, отрубили правую руку, выкололи глаза. После этого он был утоплен слугами митрополита, по другим сведениям, вскоре умер в теннице. Не только церковные, но и политические дела Южной Руси потребовали к этому времени решительного вмешательства великого князя Владимирского. 8 марта 1669 года войска союзных князей во главе с сыном Андреем Стиславом овладели Киевом. Город был разгромлен и сожжен. Участвовавшие в походе, половцы не пощадили и церковных сокровищ. Русские летописи рассматривали это событие как заслуженное возмездие. Те же здесь из-за грехи их, киевлян, паче же за митрополитчу неправду. В том же 1669 году князь сдвинул войска на непокорный Новгород, но они были отброшены чудом новгородской иконы Божьей Матери Знамени, который вынес на городскую стену святой архиепископ Иоанн, умерший в 1186 году. Но когда вразумленный великий князь приложил гнев на милость и миром привлек к себе новгородцев, благоволение Божье вернулось к нему, Новгород принял князя, назначенного святым князем Андреем. Таким образом, к концу 1170 года Боголюбский сумел добиться объединения русской земли под своей властью. Зимой 1172 года он послал на Волжскую Болгарию Большую Рач под командованием сына Мстислава. Войска одержали победу. Радостью была омрачена смертью доблестного Мстислава, умершего 28 марта 1172 года. В ночь на 30 июня 1174 года святой князь Андрей Боголюбский принял мученическую кончину от руки изменников в своем Боголюбском замке. Верская летопись сообщает, что святой Андрей был убит по наущению его жены, участвовавшей в заговоре. Во главе заговора стояли и ее братья Кучковичи и свящаша убийства на ночь, якоже Иуда на Господа. Толпа убийств 20 человек пробрались к дворцу, перебила малочисленную охрану и вломилась в опочивально безоружного князя. Меж святого Бориса, постоянно висевший над его постелью, был предварительно предательски похищен в ту ночь ключником Анбалом. Князь успел повернуть на пол первого из нападавших, которого сообщники тут же по овшишке пронзили мечами. Но вскоре они поняли свою ошибку. И по тем познаша князя и боряхуся с ним вельми, бяша босилен и секоша и мечами и саблями, и копийные язвы даши ему. Копьем был пробит сбоку лоб святого князя, все остальные удары трусливые убийцы наносились сзади. Когда князь наконец упал, они опрометью бросились вон из опочивальни, захватив убитого сообщника. Но святой еще был жив. Последним усилием он спустился по дворцовой лестнице, надеясь позвать стражу. Но остинания его были услышаны убийцами, они повернули обратно. Князь сумел укрыться в нише под лестницей и разминуться с ними. Заговорщики сбежали в опочивальню и не нашли там князя. «Погибель нам предстоит, ибо князь жив!» в ужасе скричали убийцы. Но кругом было тихо, никто не пришел на помощь святому страдальцу. Тогда злодеев новой осмелели, зажгли свечи и по кровавому следу пошли искать свою жертву. Молитва была на устах святого Андрея, когда его вновь обступили убийцы. Русская церковь помнит и чтит своих мучеников и созидателей. Андрею Боголюбскому принадлежит в ней особое место. Взяв в руки чудотворный образ Владимирской Божьей Матери, святой князь как бы благословил им отныне и до века главнейшие события русской истории. 1395 год. Перенесение Владимирской иконы Божьей Матери в Москву и избавление столицы от нашествия Тамерлана. 1480 год. Спасение Руси от нашествия хана Ахмата и окончательное падение монгольского ига. 1521 год. Спасение Москвы от нашествия крымского хана Махмед Гирея. Молитвами святого Андрея сбылись над русской церковью его самые заветные чаяния. В 1300 году митрополит Максим перенес Всероссийскую митрополитию кафедру из Киева во Владимир. Сделал Успенский собор, где покоились мощи святого Андрея, первопрестольным кафедральным храмом русской церкви, а Владимирскую чудотворную икону, ее главной святыней. Позже, когда общерусский церковный центр сместился в Москву, пред Владимирской иконой совершалось избрание митрополитов и патриархов русской церкви. В 1448 году перед ней совершилось поставление собором русских епископов первого русского в таки фального митрополита святителя Ионы. 5 ноября 1917 года перед ней совершилось избрание святейшего патриарха Тихона, первого после восстановления патриаршества в русской церкви. В 1971 году в праздник Владимирской иконы Божьей Матери состоялась интронизация святейшего патриарха Пимена. Литургическая деятельность святого Андрея была многогранна и плодотворна. В 1162 году Господь послал благоверному князю великое утешение. В Ростове были обретены мощи угодников ростовских святителей Исаии и Леонтия. Святой Андрей принимал непосредственно участие в литературном труде Владимирских церковных писателей. А Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аминь.